Божаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня состоялось очередное заседание в формате «Рамштайн», уже 17-е. Есть новые пакеты поддержки Украины, наших воинов. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для нашей ПВО. Создана и соответствующая коалиция, Коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция. Я благодарю за такое лидерство. Благодарю и каждую страну, которая участвует в этих усилиях, в том, что дает возможность нашим городам и селам быть более защищенными от российских ударов. Пока не все можно рассказывать публично, но украинский воздушный щит становится сильнее буквально каждый месяц. В ближайшее время ожидаю отчет министра обороны Умерова по результатам этого «Рамштайна». Провел сегодня совещание по нашей европейской и евроатлантической интеграции. То, что нужно сделать сейчас, до середины декабря, чтобы Евросоюз выполнил свое обещание по поводу начала переговоров с Украиной, в ответ на наш прогресс. Для исполнения нами всех рекомендаций Еврокомиссии. А также на этом совещании обсудили и то, как мы двигаемся дальше в отношениях с НАТО, в интеграции в Альянс. Был довольно широкий круг участников, все привлеченные сферы, все наши институты, от которых мы ожидаем активности. Председатель Верховной Рады Украины, глава правительства, профильный вице-премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, руководитель офиса и профильные заместители, начальник генерального штаба. Прежде всего, обсудили вопросы перехода наших сил обороны на стандарты НАТО в разных сферах. И многое уже сделано, но и закупки, и планирование, и многие внутренние процедуры заслуживают модернизации. Нужны и шаги, которых сейчас ждут наши воины. Есть и четкая настроенность Министерства обороны на соответствующие решения. Есть и хорошая содержательная коммуникация с партнерами в Альянсе. Мы действительно совместно работаем ради дальнейшего усиления нашего евроатлантического сообщества. Что касается Евросоюза, сегодня согласовали перечень мероприятий и шагов, которые могут придать необходимое единство европейскому сообществу. Большинство партнеров ясно видят наш прогресс, полное выполнение Украины всех рекомендаций. Реализуем сейчас и то, что должны реализовать ближе к весне, согласно утвержденным планам. Каждый в ЕС должен увидеть, насколько серьезно настроена Украина, насколько четко мы выполняем то, что нужно. И еще одно. Сегодня на привычном утреннем селекторе было несколько важных докладов. Работа нашего экспортного коридора – положительный результат уже почти 5,5 миллионов тонн грузов. Африка, Азия, Европа, от Испании до Китая. Я благодарю всех, кто защищает безопасность Черном море, кто работает в наших портах. Были сегодня и доклады военных по ситуации на передовой. На всех тех направлениях, где сейчас особенно трудно. Купинское, Бахмутское, Авдеевское, Маринское направления. Я благодарю каждого нашего солдата, сержанта и офицера, чья стойкость сейчас бережет всю Украину. Каждого, кто мощно и храбро уничтожает оккупантов. Особо стоит отметить по результатам в эти дни 14-ю, 53-ю, 110-ю отдельные механизированные бригады и 57-ю и 59-ю отдельные мотопехотные бригады. Воины, я горжусь каждым из вас. Благодарю вас за вашу силу. Я благодарю каждого и каждую в нашем обществе, кто помогает силам обороны, кто работает ради того, чтобы все государство стало крепче. И кто не забывает, что успех Украины – это успех именно народного сопротивления, именно народной защиты, нашего максимального единения ради обороны и свободы для всей Украины, для всех украинцев. Каждый, кто дает Украине уверенность, каждый, кто дает Украине результаты, дает и гарантии нашей независимости. Слава Украине!